В какой сфере в Кыргызстане быстрее всего растет зарплата? За год средняя заработная плата по стране выросла менее чем на 900 сомов. Быстрее всего растет заработная плата в сфере информации и связи, сообщает Национальный статистический комитет. Нацстаком сравнил среднемесячную зарплату с января-ноября прошлого года с аналогичным периодом 2017 года. За это время средняя заработная плата по стране выросла на 5,9%. Значительно выросли доходы у тех, кто работает в сфере информации и связи на 14,5% и составили около 30 тысяч сомов. Почти такими же темпами растет заработная плата в строительной сфере на 10,9%. Но она была изначально меньше и сейчас ее средний размер составил 16 тысяч сомов. Меньше всего выросли зарплаты в сфере искусства, развлечений и отдыха на 1,9% и составили 8,5 тысяч сомов. Самые высокие заработные платы остаются у тех, кто занимается финансовым посредничеством и страхованием. Несмотря на маленький рост в 2,8%, они в среднем составляют более 34 тысяч сомов. Верховный суд оправдал Бекбулота Талгарбекова. Решением Верховного суда экс-вице-премьер-министр Бекбулот Талгарбеков, находящийся в заключении, был оправдан по обвинению в насильственном захвате власти. Об этом сообщил глава комитета по защите политзаключенных Сапара Армбаев. По его словам, Талгарбеков ранее был осужден по 295-й статье Уголовного кодекса Кыргызской Республики «Насильственный захват власти» и 299-й статье «Возбуждение национальной, расовой, религиозной или межрегиональной вражды». Суд оправдал его полностью по 295-й статье Уголовного кодекса Кыргызской Республики, оставив в силе разжигание межрегиональной вражды. «Как вы помните, суммарно Талгарбеков должен был отсидеть 14 лет, но теперь около 5 лет. А с учетом того, что это было решение Верховного суда, то теперь он имеет право на условно-досрочное освобождение», – сказал Армбаев. Вместе с тем правозащитник выразил убежденность, что и по второй статье Бекбулот Талгарбеков должен был быть оправдан. Напомним, 12 мая 2016 года лидеры Объединения Народный парламент и Бекбулот Талгарбеков, Турабай Кулубаев и Марат Султанов были задержаны сотрудниками Государственного комитета национальной безопасности по подозрению в приготовлении к захвату власти. В 2017 году Первомайский райсуд Бишкека вынес приговоры в отношении них. Талгарбеков и Кулубаев были осуждены на 14 лет заключения в колонии. Султанов приговорен к 10 годам лишения свободы. Кыргызстанец подписал контракт с UFC. Наш соотечественник Рафаэль Физиев подписал контракт с UFC. Об этом сегодня, 9 февраля, сообщил его менеджер Саят. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok